Гульзина Боубекова законный представитель шести проданных детей. На судебном процессе она представляет их интересы. Пока дети живут в семьях, которые, по версии следствия, их купили. Три ячейки общества в Бишкеке, еще по одной в Сукулуке и Балакчи. В одной из них два малыша. Проверка показала, ни у одного из них нет свидетельства о рождении. Живут они в удовлетворительных условиях, рассказывает Гульзина Боубекова. Пока малышей никто из мать из семей не собирается. Сейчас наши районные городские управления социального развития, у них на контроле эти семьи. И они будут на местах заниматься. У них нет документов? Сегодня нет. В первую очередь должны быть найдены биологические семьи, свои родители. Если они не найдутся, конечно, это право ребенка жить в семье никто не отменял. Поэтому будет рассматриваться вопрос, наверное, усыновления, скорее всего. Двое из семи подозреваемых врачей уже признали вину в подделке документов. Оценили они свои услуги, по данным следствия, на сумму от полутора до двух тысяч долларов. Самому старшему из детей было на тот момент два года. А самый младший родился в августе 2018-го. Сложившаяся ситуация, конечно, она очень щепетильная, она очень чувствительная, потому что за несколько лет у детей, скорее всего, уже сформировались привязанности к своим приемным родителям. И в данной ситуации, конечно, здесь такой стоит сложный вопрос, нужно ли детей разлучать уже с родителями, с которыми у него сложились отношения, или же нужно все выполнить, как есть в рамках законодательства и детей изымать. Очень сложный вопрос. И, конечно, я думаю, что психологические последствия обязательно, конечно, будут. Фемида может учесть эти обстоятельства, считает адвокат Тимур Иманкулов. Могут сослаться на незнание подробностей. Врачи предложили купить отказника, они и согласились. Однако с этой стороны был бы прецедент. По закону, тот, кто решил, так сказать, приобрести такой товар, тоже может пройти по делу, как соучастник. В статье 171 Уголовного кодекса торговли людьми предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы. Они же покупают его, они покупают его, они соучастники. Им когда нельзя инкриминировать? Когда они, зная о том, что будет факт покупки, они уже обратились в правоохранительные органы. Вот они могут быть освобождены от уголовной ответственности. Там есть поощрительная норма. Может быть, это действительно хорошие люди, которые не знали. Возможно? Возможно. Если они докажут это по обстоятельствам дела и с учетом заключения органов поддержки семьи и детей, такое возможно. Но, опять-таки, это зависит от конкретного дела. Потому что нормальные люди никогда в таком порядке, нелегально, в обход всех установленных процедур, тем более в отношении человека малолетнего, который беспомощный, который зависимый, они никогда, нормальные люди, не будут этого делать, я считаю. Пока по факту продажи детей возбуждены три уголовных дела. По статьям торговля людьми, подделка документов, незаконное производство аборта. Еще одно по факту криминального аборта. В милицию обратилась женщина, сообщившая, что ее ребенок умер, но похоронить его родителям не дали. Ей провели искусственные роды. Все эти обвинения предъявили врачам-гинекологам. Судебные заседания по этому громкому делу проходят в Первомайском районном суде. На скамье подсудимых семеро врачей, трое из которых под домашним арестом. Следующее заседание назначено на 27 марта на 4 часа дня. Рассматривают дело в открытом режиме, однако фото и видеосъемка запрещены. Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС.